Алтай Алтай Мы отправились в экспедицию, чтобы встретиться с людьми, сохраняющими этот горный край для будущих поколений, и чтобы через них увидеть образ самого хана Алтая. В поселке Илю на берегу Телецкого озера начинается Алтайский биосферный заповедник, объект всемирного наследия ЮНЕСКО, один из самых крупных заповедников России, занимающий территорию Телецкого озера до истоков реки Чулышман на границе с Монголией. Здесь, окруженная тайгой, стоит избушка Игоря Калмыкова, директора заповедника уже более 10 лет. Во многом, благодаря ему, заповедник был включен во всемирную сеть биосферных резерватов. В алтайском эпосе «Маадайкара» есть герой, которого зовут Таракай. Это нищий, бродяга и весельчак. Так подписывает свои работы художник Николай Чепоков, который бродит по Алтаю уже десятки лет, разговаривает с людьми, приютившими его, и рисует, рисует. Все у него живое. И реки, и горы, окруженные разнообразными духами. Алтаи в наши дни населяют шесть народов. Их около 70 тысяч человек. Они говорят на алтайском языке, от которого берут начало все тюркские языки мира. У каждого народа свои традиции, истории и верования. Но всех объединяет любовь к Алтаю и желание сохранить девственную природу и наследие своих предков. После церковного раскола в 17 веке староверы, спасаясь от гонений, отправились искать сказочную страну Беловодия. И нашли ее в самом сердце Алтаю, где молочные воды реки Катунь бегут по Имонской долине. А на рассвете открывается вид на священную вершину горы Белухая. Здесь, в селе Верху Имон, живет Раиса Павловна Учуганова, которая собирает по крупицам историю алтайских староверов и рассказывает об этих смелых, мудрых и добрых людях. С каждым новым народом на Алтай приходит и их вера. В наши дни здесь можно увидеть камлающего костра шамана, смиренно идущего горными тропами буддиста, подносящего дары духам гореязычника, православного и сказителей Кайчи. В священной долине Каракол можно услышать горловое пение Бориса Киндикова, который исследует Алтай в поисках рунических надписей, чтобы рассказать о смыслах древних посланий будущим поколениям. Юрий Николаевич Безденежных, мастер-краснодеревщик, изучает древнее искусство кочевников и оживляет скифские образы в своих работах. Рядом со слиянием двух великих рек Алтая, Чуи и Катуни, на скале Калбакташ находится древнее святилище с тысячами петроглифов, десятками рунических надписей, картой звездного неба, солярными часами и отпечатками ладоней воинов прошлого. На стыке четырех стран России, Монголии, Китая и Казахстана раскинули свои просторы небесное пастбище Плато-Укок. Здесь нашли мумию скифской жрицы, здесь словно врата времени стоят скифские воины и возвышаются пять священных вершин Таван-Багдо-Ула. Здесь писатель Андрей Коробейщиков, рассказывающий об общении воинов-шаманов тайшин, стоящих во все времена на защите Алтая, проводит глубокие путешествия, погружая людей в сакральный мир духов и сталкивая их с самими собой. Кажется, в каждом мужчине есть первопроходица, первопроходица, неважно, где, делает ли он это в городе, даже завоевывая девушек в молодости, это определенное некое путешествие, это определенное накопление эмоций, не знаю, всего остального, и охота в том числе. Любой мужчина, я считаю, что должен быть охотником и первопроходцем-путешественником. Это может в разной степени, не знаю, фотография, это тоже охота. Фотографировать, допустим, чем охотиться, гораздо сложнее, потому что зверя ты можешь, допустим, метров с пятидесяти, да, и там попадешь ему даже сзади в ногу, под ранг, а ты всякое достанешь. А фотографию нужно гораздо ближе раз и четко сделать. В любом мужчине все равно спит путешественник, первопроходица и охотник. Особых восторгов как-то не испытываешь. Ну, что красиво, это понятно, но чтобы глаза вылупились, отпало, конечно, это совершенно... Ну, при этом я всегда знал, что я живу в раю. Вот в раю живут, в общем, вот лопнет. Тут мне куда-то уехать, куда-то жить, да ни за что. И все-таки мне по душе, вот где-то внутренне, мне ближе были вот эти районы, особенно Турачацкий район очень нравился, где вот в тайгу как занырнешь, и можно вынужден где-нибудь там, в Хакасии где-нибудь вынужден запросто. Тем более вот особенно, когда я браконьерчил, допустим, или охотился, или чебанил в этом, в Хоксинском районе, потом в Вангудайском или в Гуськанском. Там скот хорошо пасти, а вот бегать по лесу как-то... Как-то лес странный. Туда только в лес забежишь, а он уже и закончился. И как-то для меня там всегда было в отношении леса как-то скудно так, как-то и тесновато. Я в юном возрасте, как попал туда, и я туда постоянно ездил, и у меня как-то вот осознанность, она как тогда включилась, так и в принципе я себя уже с Алтаем осознанно связывал в то время. Я тоже заметил, что вот люди, которые к нам приезжают на Алтай, они как-то очаровываются, особенно краем этим. Хотя гор я тоже посмотрел много очень, по миру поездил. Ну вот на Алтае, да, есть какое-то очарование такое, сложно сказать. Но знаю, что очень многие люди, один раз попав на Алтай, потом сюда приезжают снова и от снова. Вот наша философия глубоких путешествий, она, ее цель, как раз именно поменять сознание человека, его мировосприятие. И этим не мы занимаемся, мы всего лишь навсего проводники. Этим занимается вот сам Алтай. То есть вот философия в этом и заключается. То есть наша задача создать условия, когда человек один на один с Алтаем начинает постигать себя, природу и новые какие-то уровни взаимодействия. Ну, многие говорят о том, что вот трансформационный период, который сейчас происходит, глобальный, планетарный Алтай, в нем будет играть особую роль. И интерес у людей начинает к Алтаю проявляться, потому что они интуитивно чувствуют, что там есть ключ к каким-то возможностям. Поэтому едут. И вроде под разными предлогами, но я думаю, что все равно ищут вот эту вот глубину, которую уже в мегаполисах там найти очень сложно. Я вам скажу так. Я прямо здесь родилась, а про Алтайцев если говорить, дедушка Алтайцев мне как-то сказал, ты вот про русских пишешь, а по что про нас не пишешь? Я говорю, языка не знаю. Он говорит, зато мы твой знаем. И у меня такая была, несмотря на тот тяжелый год, мы поехали с Виктором Фимовичем по Алтайским деревням в прошлом году. Я столько удовольствия получила. Но перед тем, как к ним пойти, я подошла к Киприану Семеновичу, к старовелому, 90 лет. Он среди них всегда жил. На заводе работал, говорю, Киприан Семенович, ну как мне с ними? А он мне сказал, такие простые, такие хорошие слова. Ты Алтайцев-то хвали, они тебя уцеловывать будут. Я не хвалила, я с ними разговаривала, но на привет собачку тянет. Так хочется к ним снова поехать. Удивительные, светлые люди. Вот вы знаете, больше 40 лет я занимаюсь уже краеведением. Я разговариваю с людьми, записываю их рассказы, делаю их портреты, как могу. Но очень меняются люди. Это было в 80-е годы, здесь был замечательный Поткин Владимир Петрович, и у него у одного был фотоаппарат. Я его попросила. И мы с ним прошли по деревне, а у староверов фотографироваться нельзя. Мы с Владимиром Петровичем прошли всю деревню, и их сняли, уговорили многих. Да всех, считай. И когда мы их уговорили, я сейчас смотрю на их глаза. Глаза, на их лица, вы знаете, совершенно другие лица, и глаза другие. Если взять еще старые портреты, портреты их фотографий до этого, то тоже другие глаза. Когда я спрашиваю у них, они сами это замечают. Почему? Они говорят, да проще все было, сейчас деньги людей задавили. Я здесь родилась и выросла. Это моя родная земля, бесконечно родные мне люди. А это можно сказать, хоть сколько угодно слов, но я скажу вам такие слова. Они мне близки. Своя земля и в горсти мела. Не та земля дорога, где медведь живет, а та земля дорога, где курица скребет. Мне дороги эти люди. Вот сейчас я перед вами пересматривала альбомы. Я возле них выросла. Они меня воспитывали. Еще совсем маленькая, уже где-то с третьего класса, я ездила с совхозником, тогда совхоз был, на тракторной тележке на Покос. И как этим крохом разрешали, сейчас все тяжело, все нельзя. Нам разрешали грабли. Вот они косят траву, мы ее собираем, а потом они возят в силосную яму возле них. Я слышала их речь, их песни слышала. И бесконечную доброту и отношения с друг другом. Много лет пастухом был, помогал. Ну вот, стоянка и школа. Потом мать умерла. С отцом я ему помогал, как на пенсию выйти. Про Ахал Бахташ я узнал именно, когда на стоянку приехал, Борис Хатмеевич Кадиков такой, в Узбийск. Он тогда молодой был, их команду сюда привезли, они посмотрели. Ну, тогда он, и на второй год он уже приехал к специальной экспедиции. Вот сейчас народ уже совсем по-другому. Но я встречаю молодежь. Ну, молодежь, которая хочет понять именно вот истории, прикоснуться к древней истории. Отец, когда уехал сюда, чтобы шинный завод, получать квартиру, и он прислал письмо. И на письме, это очень хорошо помню, вот эта вот картинка на конверте, да, и там Биск. А за Биском горы видно, уже сразу же. И я, ничего себе, я поеду там, где горы. То есть человек, равнинный житель, откуда у меня вот этот вот восторг такой, горы, это же вообще что-то такое феноменальное. Я уж где не помню, я нашел карту Советского Союза огромную, школьную, расстелил ее на полу, она как ковер была большая, это не пол, это земля на улице, то есть, да. И мы с пацанами ползали, я нашел Барнаул на карте и увидел, да, то есть как бы на карте понятно, что горы рядом. Я отца спрашивал, говорю, горы видно, он говорил, не видно горы, ну как на фотографиях же есть, а так не видно. Едешь по дороге, и мимо тебя скала, и ты поднимаешь глаза, и там, что такое вообще. Понятно, что сейчас это холмики, там все несерьезно, да, но тогда это оказалось уже все, принято там все, все, что можно. Ну, первым делом я вот Хайча считаю, например, человек тоже памятью хорошим, например, он считает, например, героические эпосы, Мадай, Гораловы, в голове лежат 300-400 страниц, это же, это те времена, можно сравнить, например, поэтам, например, вот Пушкин или Гермонтов, они же, они же свои, это, стихотворение, на юсс, знали, вот наши сказители в таком же плане, один раз они услышат, да, и после этого уже передают своим, например, потомкам там свои сказания уже, как бы, и они быстро запоминают, и каждый, например, услышал, они уже начинают импровизировать свой мир, то есть те же персонажи остаются, а походу они уже добавляют свое. Это же наоборот хорошо, когда вот, ну, люди вот туристами работают, они же приезжают, они спрашивают, кто тут такой по национальности, они же не знают, многие не знают, что алтайцы такой нации есть, многие не знают, даже вот из Новосибирска люди не знают, что такая нация, что алтайцы есть, они думают, что это просто регион, алтайский край, или Алтай, то многие не знают, вот я и говорю, что мы алтайцы, они удивляются, смотрят, как будто, они думают, что мы монголы. Субтитры создавал DimaTorzok Алтайцы называют Телецкое озеро Алтынкёль, что значит «золотое». Издревле люди добывались здесь этот драгоценный металл, да и теперь одно из глубочайших озер России хранит богатые залежи рассыпного золота. В Телецкое впадают десятки рек и водопадов, берега крутые обрывисты, а редкие уютные бухты позволяют укрыться во время штормов, когда сталкиваются два ветра – верховка, дующая с юга, и низовка, несущая волны с севера. Еще в середине по озеру ходили под парусом на весельных лодках и морских ялах. В наши дни используют катера и корабли, на одном из которых мы пересекли озеро с севера на юг. Прошли 78 километров по водной глади, окруженной горными хребтами, где обитают алтайские горные бараны, сибирская кабарга и снежные барсы, занесенные в международную Красную Книну. Минуя самую глубокую точку озера, под нами было 325 метров воды, мы сошли на восточный берег и углубились в земли заповедника, чтобы увидеть живописный водопад Корбу. развитие туризма стали говорить об этом в эти современные годы, но на самом деле это было всегда. Когда начинают дискутировать экологи, нужны ли туризм заповедникам и так далее, немножко здесь тоже лукавство, потому что если взять тот же алтайский заповедник, наибольший пик посещения алтайского заповедника, того же водопада Корбу, это были вообще 50-60-е годы. Это гораздо больше, даже чем сейчас посещалось. Во-первых, был всесоюзный маршрут, были туристические, во-вторых, был профсоюз, который спонсировал многие, там, рабочие, получив за 20 рублей путевку на Алтай куда-нибудь, ехал, то есть это было возможно, то есть это не было как сейчас, это было менее затратно, и поэтому люди путешествовали, сплавлялись так же, на конях были маршруты известные. Время я прочитал, не помню уже, кого-то из классиков книгу, там как раз говорится о том, что браконьер стал спектором, ну или рейнджером, это было за рубежом где-то, и он был одним из лучших рейнджеров, потому что он, понятно, он лучше всех знал вообще, как все это делается, и лучше знал, как все уловки. Потому что у нас Сергей Владимирович Спицын, который работал по снежному барсу, он был такой проект, Алтайский заповедник был инициатором его, вот Сергей Владимирович Спицын, научный сотрудник сейчас, он делал как, что он привлекал к установке фотоловушек на барса бывших браконьеров, вот, это менялось, они начинали, во-первых, зарабатывать деньги, им становилось, во-первых, они действительно знали горы, и знали, где это поставить, да, второе, у них начиналась какая-то ответственность, то есть, понятно, о них рассказали, что они вот так, третье, что они начали что-то получать, а им действительно там выплачивалось что-то, они потом стали из них готовить гидов, потому что лучшие гиды это естественно те люди, которые там живут в горах, знают там горы, да, вот и все, поэтому это возможно, безусловно, а как бы вот в чем отличие биосферного заповедника от просто заповедника, мы биосферным стали в 2009 году, до этого времени здесь были жутчайшие конфликты с местным населением, вплоть до того, что было там нападение на начальника охраны, сожгли, взорвали катер, бунты, жалобы и так далее, там о закрытии заповедника говорили и так далее, вот в 2007 году вот на этом фоне я и пришел как бы, вот, ну и мы за год успели договориться со всеми, вот, разными способами, где-то, ну и второе, конечно, вот работая в таких условиях в заповеднике, на природе, как бы основной грех человеческий, я считаю, это гордыня, и здесь с этим иногда понимаешь, что кто ты, по сравнению даже с маленьким клещом, который тебя может укусить, и ты уже не хозяин ситуации, да, как бы и положение, и не хозяин там, и не царь природы, ну и второе, ну вот посмотрите на озеро, на его мощь, к примеру, да, здесь когда верховка, низовка, не дай бог попасть где-нибудь там просто на лодчонке, на маленькой, да, вот, а мужики у нас инспектора бывают так, что он весь в панцире в ледяном, с лодки этой вылазит, как бы, все, поэтому здесь понимаешь и уважаешь природу, только потому, что она гораздо сильнее и мощнее тебя, и вот о селе Яюлю мы написали, что это должен быть, стать в перспективе экологическим поселением, конечно, не значит экологическое поселение, как некоторые понимают, что это живут все в рубищах, в землянках, и питаются там, только с корня, в лесу что-то собирают, нет, это могут быть современные технологии, учитывающие вот современные тенденции, но которые бы человек развивался, чтобы в балансе, вот с природой, да, и нам казалось, что это немножко такая вот идея, немножко даже вот, как бы, фантастическая, когда мы ее писали, но через три года появилась дизель-солнечная станция, и вот потом я подумал, что иногда наши мысли, запускаемые в космос, они работают, только их запускать тоже нужно правильно, потому что там у высшей силы нужно просить четко и сформулированно, чтобы не он за тебя делал выбор, а выбор-то твой, вот, и он уже тогда, да, выбрал, ты хорошо подумал, вот, пожалуйста, тебе решение, вот, я не могу сказать, что я прям совсем отшильник, да, может, когда-нибудь стану, или когда-то в молодости я думал, что я мог бы, наверное, жить отшельником, но это некая, опять же, такая гордыня, да, что ли, отшельником на самом деле, это не так просто жить, все мы все-таки люди социальные, и нам нужно и общение, и так далее, и тому подобное, я встречался с отшельниками в своей жизни, да, которые там большую часть времени живут одни, но потом три дня, он никого не слышит, он все время говорит, потому что все равно ему нужно выразить какие-то свои эмоции, ему нужно говорить, мне кажется, здесь у меня происходит иногда какая-то перезагрузка, вот и все. Природа, природа везде одинаковая, и везде, я считаю, что это нужно соблюдать баланс, вот, как только человек его нарушает, этот баланс, и потом, если пытается даже его исправить, иногда это приводит к такой разбалансировке, ой-ой-ой, кто они, алтайцы, это некое обобщенное, ну, в общем-то, может быть нормально, с точки зрения некой государственности, да, вот как республики Алтай, чтобы некое объединение было, хотя там есть очень различия между ними, и даже традиции иногда отличаются. То, что касается традиции, природы, и как они к этому относятся, конечно, изначально любой человек, проживающий, зависящий от природы, он к ней поклонялся не просто слепо, он поклонялся, потому что это было его кормилица, он понимал, что он без нее не проживет, это, да, и она его может как выкормить, так и погубить, поэтому было, это глубочайшее уважение, именно как к матери было, которая вот, это все зависит от нее, вот, что такое вообще охрана природы, на самом деле, это не какое-то мнимое мышление, там, экологическое, да, на самом деле, это должно быть рациональный подход человека к сохранению ресурсов, благодаря которым он живет, то есть, больше потребляя этих ресурсов, мы сами себя лишаем этих ресурсов, мы лишаем детей своих, и мы сейчас уже залезли в долг, к детям и уже грабим, просто, следующих, кто будет жить на этой планете, ради того, чтобы у нас там, не знаю, очередной какой-то гаджет появился, вот, это происходит, и поэтому, с точки зрения природы, ей все равно, да, вот, с точки зрения человека, если мы хотим, не уничтожить сами себя, вот, мы должны об этом думать, и поэтому, когда мы говорим, что нужно детей воспитывать, вообще нужно воспитать вначале, с самих, начать себя, потому что пока, мы будем думать, как детей воспитывать, мы их лишим возможности, жить в этом мире, просто, вот и все. Вечером, наш корабль причарил, к мысу Корсай, у подножия вершины Алтын-Туу, где открывается вход, в долину реки Чулышман, исконные земли народа теленгитов. Чулышман богат рыбой, здесь ловят Хариуса и Тайменя, Сига и Налима. Неспроста первая деревня на нашем пути называется Балакча, и переводится, как рыбак. Рядом с каждым домом стоит национальное жилище, аил, где алтайцы готовят и отдыхают в летнюю жару. Они живут сельским хозяйством, разводят баранов, коров и лошадей, заготавливают сено на случай снежной зимы, берегут скот от волков, охотятся и рыбачат, когда есть нужда, так же, как во все времена это делали их предки, кочевники. Добравшись до урочища Аккурум, в середине Чулышманской долины, мы переправились через реку и поднялись к каменным грибам, скалам удивительной формы, где теленгиты совершают свои обряды и повязывают священные ленты кыра, обращаясь к духам. Ночью здесь необыкновенно яркое звездное небо. Мы наблюдали за ним из каньона, глубиной более тысячи метров, как со дна бездонного колодца. Нет, это как-то... Это переродилось в какую-то довольно странную болячку, болезнь, что ли. Вот мне надо идти куда-то. А вот с другой стороны, я спрашиваю, ну вот куда? Ты поперся, а что я тебе знаю? Ну вот надо идти, и все. Непонятно. И потом, когда идешь, это по дороге, ты один. Один и в своем мире таком, варишься и идешь, там, глаза вылупил. Хотя, я уже все знаю, но все равно, когда идешь по дороге, всегда как бы, как-то не странно, всегда, что-то все равно новое. Хотя ты старая. И ты как бы старая, ты открываешь с каждым, с каждым пробегом, ты как бы по-новому открываешь. Я все ходил, вот в это время в Абдайпе вот этих стоянок не было, они полуразрушенные, они такие, все-таки тогда стоянки, они были такие неказистые, такие идиотские, но они, ну, в них был какой-то определенный шарм такой, а сейчас стоянки такие прям, ну, нормальные стоянки, все. И сейчас у меня практически, мои путешествия, получается, что я ищу, как бы, остатки того времени. Вот. Вот именно поиски того ушедшего, все так или иначе переходят к тому выводу, ну, где вот, вот этот, современный двигатель, джуха мощная такая вот, все понимают, что от туристов, это вот, это как бы, туризм, это как, такое же добывание денег, как баранов в постели. Алтай-то, он, он, и во всех моих работах там одной природы никогда не видишь. Там все соткано, и природа, и духи, и брать Алтай-то. Все, все гармонично, без этого вообще нет. Одно, одно выделнешь, все рухнет, все рухнет. А однажды, я даже представил, если вообще, люди ее брать, только одну природу, достать, эта фигня какая-то получается. На самом деле, это делается легко, очень легко, там особо ума, даже не надо. Берешь, перо в ту, что отпускаешь, и рисуешь, все, там, как-то вот так получается. и потом, я там говорю, мне легко об этом рисовать, потому что я и чебанил тоже, вот, и с баранами ходил, и с конником работал, и на сцене, как жил. Соответственно, это для меня образы вполне нормальных, где я обитал, и, соответственно, их легко рисовать. Нет, вот, допустим, если взять алтайцев, вполне нормальный клубок, пришло время, все-таки, Алтаю, да, что называется, с современным миром, как бы, пришло время, как бы, столкнуться. Мне это столкновение, как бы, скрыто внутренне, не очень приятно, из-за этого, бродя полтай, я подсознательно ищу остатки прошлого. Что-то, наверное, сварится, что-то, но я не думаю, что что-то ужасное, потому что мы, вообще-то, люди довольно странные существа. Стремясь хорошим, начинаем разрушать, а потом, слава богу, спохвачимся и начинаем исправлять дела. На рассвете следующего дня пошли по горной тропе к водопаду Учар, самому большому на Алтае. Его мощь поражает, а приятная прохлада вблизи это награда за долгий путь. На вездеходе мы поднялись по крутому перевалу Кату-Ирык, единственной дороги в долину реки Чулышман, куда до 90-х годов 20-го века можно было попасть только на коне, вертолете или водным путем через Телецкое озеро. С вершины перевала открывается вид на десятки километров вокруг и начинается путь в урочище Позырык, где в кургане скифского вождя археологи нашли древнейший ворсовый ковер в мире, привезенный сюда еще в 5-м веке до нашей эры из Персии. Субтитры создавал DimaTorzok У нас тоже люди есть такие, что сейчас не хотят на алтайском языке учить детей. Они хотят на русский школу вызывать детей. А если они говорят, что алтайский язык мешает учить русский язык, если алтайский язык учишь, то плохо говоришь по-русски. Многие так говорят, ну, не многие, а есть такие люди. Так-то я не думаю. есть свой родной язык должен знать лучше, любой другой. Ну, не лучше, хотя бы наравне с русским. Ну, мы русский знаем, мы же учим это, с первого класса русский язык. У нас народность там мы-то я, Телингит. Вот, Кушагальский, Улаганский район, они Телингиты здесь живут. Мы Туськан, Шабальнов, Нгуда, там алтайцы живут, там Алтай, живут. Чемаль, Турачака, там Тубалары живут, Кумандинцы живут, Челканцы живут, до семей, мы должны знать. Да, я, когда в школе учились, тоже у нас же, там, историю Горного Алтая, такой предмет сейчас, ну, давно, когда я учился, появился этот предмет, там такие вечера провалили, и каждый должен, каждый ученик из класса, должен свой рот до семи колен рассказывать, выйти на доску и рассказать. Я-то не знал, мне родители сказали, у меня бабушка, бабушка тогда жива была, тоже все, от нее много информации я получал. Вот, Аил тоже современный стал, в Аилах же, в центре же должно быть этот костер, там же Тюнюк, Тюнюк называется наверху, вот, там она открыта должна быть, и в костри разжигаешь, дым оттуда ходит, и разделяет вот этот костер в стороны. Я здесь живу, буду жить, и, не знаю, дома, и вот я на два дня выезжаю в город, или туда, я не могу уже, через два дня обратно домой хочется. И в те времена каждого, например, народа предоставили возможность себе показать свою культуру, свою традицию, и вот как раз у нас был сказитель Хайчи Алексей, его сын, Эльбек Калкин, тоже он известный у нас в республике. Я, как считаю, их я слышал, на лицо их, так к нему ездил, и поэтому через них, как бы, я для себя брал, почему именно, потому что я восхищался ими, потому что они и владели горловым пением, одновременно они играли то на топ-шоре, на инструменте, и свои, вот, в своем языковом плане они богато, то есть говорили свои, например, вот именно вот героические эпосы. Вот я, поэтому я именно для себя, например, можно, свою жизнь, можно сказать, отдаю именно детям, чтобы они передали, например, тоже будущему поколению, чтобы оставили. Поэтому у меня очень много детей, которые тоже занимаются, например, сын мой и другие ребята есть, которые мои ученики, они тоже уже сослужены, стали артистами тоже, они тоже горловым пением поют. Я постоянно говорю, например, надо учить, например, читать эпосы, чтобы будущим поколениям чтобы оставить что-то, именно как мост получается на молодом поколении. как Алтай, это слово может помнить, например, у нас в Киргизии, например, Алла-тау, например, да, там в Китае северном Ала-шане-си, там в Хакасии тоже Алла-тах называется, Алла-тах. Это слово много говорят, ученые говорят, что Алтай связан с словом золото, Алтын. А моя версия вполне может быть это слово Алла- это божественное Алла-тах, это не то, что мусульманское слово, это кюрпское слово. Алла- это божественное, можно сказать. Тах это тау это гора. Вот моя версия сейчас появилась. Почему? Потому что я на скальным рисунком занимаюсь, там тоже прослеживается слово Алла-тау слово там написано. Вполне может быть связано именно не с золотом, а именно священным горам-карам. Дальше дорога проходит по озерному краю у Лаганского Нагоря, через Красные Ворота, узкий проход между отвесными скалами в Курайскую степь, где с видом на снежные вершины Северочуйского хребта пасутся вольные лошади, в небе летают журавли и аисты, а поберега на реке Чуя стоят алтайские аилы и юрты. Чтобы попасть в этот мир дикой природы еще не тронутой цивилизации, мы преодолели бездорожье и высокогорные перевалы. Знаменитый на весь мир скифосибирский звериный стиль зародился в алтайских горах. он невероятно точно передает пластику хищников во время охоты и красоту каждого движения животных и птиц. Дело не в пластике, дело в содержании. У него еще очень интересный момент. У него фрактальная живопись. То есть у него все, что он делает, все фрактальное, и из одного маленького кусочка появляется целая общая картина. Это как раз фрактальное мышление. Оно свойственно древним цивилизациям, то есть кельтам и так далее. Для него это органичное стекло. Сквозь него проходит тот же самый дневной свет. Проходит рассеян, потому что оно ровненькое. А стоит то же самое стекло немножко организовать по-другому, получается линза. И эта линза организует этот свет таким образом, что он попадает в одну точку и производит определенное действие. То есть фокусирует. Так и человек, то есть он по своей природе, то есть природа устраивает время от времени, понимаешь, человека превращается в ту линзу, который пропускает через себя вот этот поток информации и в какой-то момент его фокусирует в одной точке. И появляется произведение искусства. Смультинских озер и заезжали в музей в Усть-Канец. И там как раз работал гидом, художник алтайец. Где пещера? Где пещера, да, древняя стоянка. Да, он получивший нормальное образование, нормальный европейский собственно говоря художник. Он все это рассказывал как гид про эти про пещеры, но когда я его спросил про культуру, все, то есть он про это сразу же махнул рукой и начал рассказывать про свои вещи. Еще он с таким интересом, с таким удовольствием показывал фотографии и так далее. Возьми того же Гуркина, Червис Гурскина, ученик Шишкина. Техника живописная у него Шишкинская именно, совершенно конкретно, но он как был алтайцем, так и остался по мировосприятию. Вот здесь момент такой очень специфический. То есть просто внимательно смотреть, абсолютно европейская техника, европейская живопись, европейское мышление у него. Взгляд мировосприятия именно алтайское и то, что он показывал, то, что он видел. Особенно он же очень хотел Шишкина привезти на Алтай, и Шишкин хотел на Алтай приехать. Вот жалко, что он не приехал, чтобы сравнить работы. Каждому предмету относились как к предмету сакральному. Каждое действие, вода, вот колодец, как он сделан, и черпак, ведь уточки. То есть каждое мгновение человек благодарил Бога, природу и так далее, за то, что ему дадено. И относился с уважением к каждому мгновению собственной жизни. Каждому мгновению. Потому что он понимал, что это дадено. И каждым своим движением благодарил за то, что получал. Это на подсознательном уровне. А потом уже пошла человек-хозяин планеты, хозяин природы, то есть возьмем у природы то, что, так сказать, свои силы, что она не дает. Вот тогда пошли. Впереди нас ждал путь по Чуйскому тракту, одной из самых красивых дорог мира. Он проложен по старинной караванной тропе с северной ветки великого шелкового пути. Среди горных долин и по берегам бурных рек можно найти памятники воинам прошлого и наскальные рисунки, рассказывающие о взаимосвязях древнего мира. Книги это как один из вариантов, потому что ко мне очень многие люди приходят именно через книги. В книгах затрагивается такой моральный аспект человека именно в плане самоосознания человека. И отношение к природе в этом плане играет одну из первых ролей. И поэтому Алтай, он как лакмусовая бумажка. Человек, который приезжает на Алтай, он раскрывает такие грани самого себя, которые могут его испугать, а могут сделать его еще более уверенным в своих силах, в своих устремлениях, в своих мечтах. То есть Алтай, он пробуждает какие-то действительно очень светлые вещи. Сейчас мы имеем возможность наблюдать раскрытие очень много многих таких сакральных порталов. Это происходит, наверное, потому что мы подошли к особому какому-то этапу именно трансформации, на мой взгляд. И совершенно закономерно, что очень многие информационные ниши начинают себя проявлять каким-то образом. Люди в себе носят очень много такого, на что они сами не готовы смотреть. И в городе очень искусно получается это все маскировать. Человек обрастает огромным количеством фильтров всевозможных, блокировок, и в городе он сдерживает свою вот эту сумеречную сторону, а на Алтае она раскрывается. И чаще всего человек начинает бояться того, что вообще с ним происходит. Поэтому часто видим такое. Поэтому у нас целая система безопасности есть для людей, которые там, например, сухой закон. То есть это обязательное условие. Ну и ряд подобных направлений, потому что человеку неподготовленному очень тяжело бывает справиться с тем процессом, который у него начинает раскрываться. Для меня это целый мир. В принципе вся моя философия, в которой я сейчас живу, она как раз начиналась там. То есть это философия сибирской традиции, философия сибирских охотников. И в принципе когда я туда попал еще в юном возрасте и получил вот это новое мировоззрение, оно настолько меня потрясло, что я всю свою последующую жизнь стал строить на этих законах охотников. То есть фактически законы тайги они очень мудрые. И они настолько сильные, что они имеют отношение к каким-то глубинным паттернам человеческим. И оказывается, что по этим законам можно в городе очень эффективно жить. Поэтому в принципе все, что я сейчас делаю это наследие вот этого таежного мировосприятия. мы отправились к Белухе, высочайшей горе Сибири. Несколько дней провели посреди Алтайской тайги, исследуя берега Амультинских озер и ледники Катунского хребта. К озеру Куйгук с бирюзовой водой одному из самых красивых среди семи тысяч озер Алтая нас провели конными тропами старовер. Очень изменился. Вот даже когда мы были маленькие здесь было много домов старинных потихоньку исчезает это все и мы сейчас вот знаете когда ведь русский умен задним умом проехали по деревне и сняли все эти дома зафотографировали но тогда представьте 80-е 70-е годы фото это была такая редкость это сейчас каждый щелкает кому не так такое как выпросишь кого-нибудь чтобы тебе помог и мы теперь вот история этих домов очень мало осталось пожилых людей которые вот помнят откуда дом кто в нем был хозяин мы теперь пишем историю этих домов теперь не только историю людей историю домов но когда я приехала работать это было в 71 году а вот уже 73-го года начала собирать музей это было непросто у меня я как знаю что нашему музею вот уже этой работе уже 43 года моему маленькому сыну старшему было два года и вот это только уже началось уже оформление экспозиции я поняла что это важно сначала как-то не доходило до конца и кто положил мне эту мысль в голову я тоже не знаю и потихоньку оно собиралось собиралось вот здесь вот рядом можно увидеть я передала вот в этот музей огромное количество можно посмотреть их альбомы мы с ребятишками их делали мы собирали пословицы поговорки притчи легенды мы собирали историю села историю бабушку историю бабушек дедушек историю школы историю войны и вот на основе на вот этом вот основании и родились эти музеи это ребятишки делают мне сложно сказать о своей работе но я вам скажу что большое видится на расстоянии пока вот здесь я то может быть даже это незаметно может и незаметно и незаметно вот этот музей ходят люди приезжают из-за границы вот тут ходит Рейспална я переучила всю деревню за 37 лет они меня все знают и поэтому может значимость моя работа не все видят кто-то видит кто-то не видит но вот я вам должна сказать что главное даже не в этом мне так хочется что вот почему я собираю каждое слово их стараюсь не пропустить каждое слово их бесконечную мудрость не пропустить потому что придет время а сказать это будет некому а у нас это будет записано оставлено на фотографиях в музее в альбомах я бы хотела чтобы вот и природа осталась была такой и чтобы люди уважали друг друга вот так же как и здесь мне рассказывала Екатерина Савельевна вот идешь по дороге хоть камень хоть палка ты ее обязательно убери а то палка может в живот попастить по голове вот и нет человека а грех-то на тебе ты ведь видел и не убрал вот как они воспитывают и мои маленькие внучки Ниночка Катя Поля еще Дима но тут еще вот не понимает это их четверо вот у меня внуков здесь так вот идем мы с ними с тремя девчонками а Катюшка совсем маленькая и я им это рассказала и эта лапа она говорит Нина вон камень убери Полинка вон палка лежит убери идем в лес а они говорят вот баба видишь все ветки не на месте давай-ка мы с тобой и мы с ними не просто в лес пошли а убрали маленькую полянку Алтай вот прежде всего я хочу вам сказать что это место где ну я бы просто не хотела жить в другом месте везде хорошо я теперь не говорю такие слова что вот у нас лучше всех везде хорошо везде прекрасная природа везде прекрасные места когда мой гость вот он с Азербайджана у него свой великолепный там бизнес и он еще только первая книга вошла это было в 2000 году 2003 наверное или втором и он пригласил меня в Азербайджан и я видела там тоже была он возил в то место где он родился деревня Ивановка это замечательная деревня это замечательный человек Руслан Руслан но это старообрядческая деревня там живут малакане у них все такой же говор такая же культура но другие вот обряды другие религиозные например наши если почитание иконы у них совсем нет иконы там много еще разночтений там великолепно там замечательные люди душевные, добрые такие же и природа там такая же и когда я теперь понимаю моих гостей я не понимала вперед но когда я смотрела на эту долину вот с гор и как эта долина как раскинулась я просто потихоньку стояла и плакала везде хорошо но Алтай Алтай недаром сюда пришли старая вера они искали беловодие они искали беловодие и вот наверное разговоры со времен Владимира Красносолнышка ходили по Руси Великой и они хотели спасти веру здесь именно и действительно закаты рассветы вот эти горы которые излучают постоянную красоту они конечно незабываемо недаром сюда едет столько народу Субтитры сделал DimaTorzok Почему малые народы, малые нации, зная это или не зная, так буйно свою идентификацию поддерживают, выделяются? Почему? Потому что срабатывает инстинкт самосохранения нации, этноса, группы. То есть, как только они перестают себя отделять от других, как только они перестают поддерживать свою внутреннюю оригинальность, свои традиции, свои верования, они исчезают, они ассимилируются и рассеиваются. Все, их нет. То есть, инстинкт самосохранения срабатывает. Культура-то древняя. Инерция очень сильная. Способ мышления, способ восприятия. То есть, когда они разговаривают, особенно, когда они между собой разговаривают, ты сразу чувствуешь. Во-первых, чувствуешь очень сильно собственную чужеродность по отношению к ним. И чувствуешь их самобытность. Сразу же, какой-нибудь там водитель, какое бы образование ни было, чувствуется сразу же. Когда он в своей среде, ты понимаешь, что он в своей среде, то есть, он также продолжает мыслить. Причем у них мистическое мышление. Алтай для меня-то самое первое, то, что я родился, это Родина. Вообще сложно вопрос. Я же сказал, что я и крещеный-то в озере Телецком, а теперь еще и дайвинги первые, это все под водой, тоже в озере Телецком. И Алтай, здесь родился сын, и здесь родился отец. Поэтому, я не знаю, мне кажется, Алтай не зря называют колыбелью и человечество, иногда громко так заявляют. Что-то в этом есть. Потому что это был перекресток народов, перекресток цивилизаций. И вот эти корни, вот эта сила, как бы изнутри какая-то, наверное, она... Громко сказать будет, что это чувствуется, но мне кажется, это не просто так. Вот и все. И как просто даже биологический вид, я это чувствую, как индивидуум какой-то. Для тебя каким-то образом таким и является. Ну, Хан Алтай, это, конечно, мужчина. Хан Алтай, это мужчина. Для меня Алтай есть Алтай. Я же здесь родился, живу, я не знаю, как для меня Алтай. Ну, моя Родина. Если бы мы 260 лет назад не вошли бы в состав Российской Федерации, у нас не было бы, конечно. Монголами бы были тут. Конечно, мы... Именно вот где они жили, они должны там жить. Потому что наша природа очень красивая. Потому что у нас и белки, и озера, и чистый воздух. Поэтому я желаю вам тоже, чтобы бывшим, как бы, приехать к нам. Потому что моя цель, чтобы мои дети, чтобы жили именно здесь. То есть, коротились мной, чтобы то, что я делал, они это тоже людям показывали. Да, для меня это вот площадка для всех моих достижений. Отсюда все началось, в общем-то, и это не заканчивается. Это где бы я ни оказался на этой планете, я все равно потом возвращаюсь сюда. Здесь источник моей силы. Да, вы знаете, Беловодье, это есть мистическое понятие Беловодья, есть географическое Беловодье. Например, они говорят, на Беловоде надо бы наехать до города Бейска, а потом по Смоленской дороге до реки Устюбы, а там есть горы Каменные, Снеговые. Есть там деревни уймон, есть там и люди, которые поведут дальше. Три дня голодной степью до две недели морем. Для меня Беловодье – это добро. И таких историй в своей вот этой музейной жизни, я даже так, наверное, неправильно сказала, музейной, а просто в жизни я записала и слышала так много, и ничего не выдумываю. Вот это и есть Беловодье. Алтай. Величественный и сильный, спокойный и строгий. Убежище для тех, кто любит Тебя. Ты открываешь нам свои двери, делишься вечной мудростью и радуешься, когда мы воспеваем Твою красоту. Уничтожая Тебя, мы уничтожаем свое будущее в мире полном зверей и птиц, могучих кедров и живительных трав, кристально чистой воды, бегущей с гор и священного огня костров в тайге. Спасибо людям, которые своей жизнью сохраняют Тебя, Алтай, для наших детей. Дыши и живи вечно. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok